Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему. Будет ли у вас скоро новая связь, новая любовь, новый возлюбленный человек. У нас с вами будет четыре позиции на Таро Лунного Кролика. И помогать будет Оракул Зодиак Барбиери, чтобы узнать возможный знак Зодиака или стихию, или планету этого человека, которые бы могли как-то помочь вам и указывать на то, какой характер может быть, или какие будут указания на этого человека, чтобы вы могли понять, о ком идёт речь, или как-то подготовиться к этому, или когда вы его встретите, чтобы вы могли это всё распознать этого человека. У нас в каждом раскладе будет шесть вопросов. И, естественно, ещё первая карта, это будет вы сейчас, на сегодняшний день, ваша личная жизнь. То есть в какой карте она находится. Да, я понимаю, что гадают здесь люди, которые сейчас не в отношениях, потому что вы спрашиваете, да, какая у вас новая будет скоро любовь, какие новые скоро будут отношения. Вот. Но при этом нужно понять, в каком вы находитесь состоянии. Может быть, вы находитесь в депрессивном состоянии, или наоборот. Или, может быть, вы в негативном, ну, в смысле, на вас есть негатив. То есть тут нужно всё равно смотреть, да. Вот первая карта – это ваше текущее состояние в вашей личной жизни. То есть как вообще вы её ощущаете, как высшие силы вас видят, да. Вот это обязательно нужно смотреть. Итак, у нас четыре позиции перед вами. Я их украшать буду стрекозами. Раз у нас такая весёлая колода лунного кролика, да. Вот первая стрекоза. Вторая стрекоза. Третья стрекоза. У меня муж нашёл их недавно. Я их давно не использовала. И четвёртая стрекоза. Вот четыре стрекозки. Выбирайте ту, которая вам больше всего нравится. И мы посмотрим всё-таки, куда ваша личная жизнь скоро заведёт вас, да. И надеюсь, что все выбрали. А те, кто ещё не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Напоминаю, что транслируется у меня теперь видео как на YouTube, так и на Яндекс Дзен. И, естественно, в ТикТок тоже. В ТикТок мне приходится разрезать видео кусками. Итак, раз, два, три, четыре. Я убираю последние четыре позиции. А первую мы оставляем, чтобы начать наш расклад. Вот наш расклад. Наша первая стрекоза. И смотрим ваши новые будущие отношения в скором времени. Какой человек придёт в вашу жизнь. Появится ли этот человек. И первая карта. Кто вы сейчас в вашей личной жизни? Как вас видят высшие силы? Вы король мечей. Вау! Какая строгенькая карта. Она показывает, конечно, человека-лидера по натуре. Если вы женщина, у вас есть мужские черты характера. Но здесь у нас, видите, король мечей. Вот как любят, да, у нас любят очень сильно. Люди, которые создают колоды, отмечать классические глифы. И здесь мы видим здоровенную бабочку. Вообще, что означает стихии воздуха, бабочка? Ну, сам по себе полёт, да. Ветер, воздух. Вот сейчас с вами в личной жизни правит воздух. Вот. Это значит, с одной стороны, вы человек с утончённым вкусом, который действительно, в принципе, знает, чего хочет в личной жизни. Вы человек, может быть, в чём-то перфекционист. Хороший логик, хороший практик. И, ну, естественно, тот, кто насквозь видит людей, да, проявляет лидерские качества в личной жизни. На мякине вас не проведёшь. И, естественно, ну, палец в рот не клади. Дальше. Бабочка всегда показывает всё-таки внутри, доброта есть у человека. И она показывает, что этот человек может много фантазировать, но всегда отдаёт себе отчёт, где правда, а где ложь. И, естественно, имеет дизайнерские какие-то задатки, может быть художественный вкус. Вот этот, который, знаете, как вот человек всё время очень хорошо чувствует искусство, в принципе. И я здесь вижу, что когда вы выбираете партнёра себе, вы всё равно можете обращать на такие какие-то мелочи внимания, которые именно вас конкретно привлекают. То есть у каждого же человека свой уровень вот этого, да, притяжения. И люди, в принципе, они считают, что вы привлекательны, да, но при этом к вам очень трудно подобраться. А когда вы выбираете, вы выбираете вот только по определённым каким-то параметрам, которые неуловимы другому, чужому взгляду. Вот так. Ну, в общем, такой интересный персонаж, на самом деле, к нам сегодня пришёл на гадание. Здравствуй. Здравствуй, да. Здравствуй, женщина, чаще всего, которая здесь гадает, потому что мужчины реже гадают. Но если вы мужчина, конечно, вот вы такой вот стройненький как бы. Если женщина, ну, может ещё профессия какая-то такая быть, да, строгая. Появится ли у вас в ближайшее время новая связь? Рыцарь кубков. Конечно. Конечно, карта сразу же показала, что появится новая связь. И как-то будет ухлёстывать, ухаживать, проявлять чувства к вам человек, да. Вот интересно. Между прочим, что я же сказала выше, да, что вы вроде как привлекательны для противоположного пола, но к вам трудно подобраться, решиться на то, чтобы, да, потому что вы же насквозь видите, вы же сразу же в глаза всё. И мало ли что вам скажи, палец в рот не клади, да ещё можете что-то ответить такое, да, заковыристое. И требуете конкретики. А вот тут человек, он как бы увлекается вами, по-настоящему увлекается. И всё-таки решает действовать активно, и, ну, как-то с нежностью, с любовью, с добром, как-то к вам всё с добром. Вы такой человек более рациональный и более строгий, а тут прямо нежный. И пытается растопить ваш лёд своим добром и теплом и любовью, понимаете. Вот у вас так вот это всё идёт в ближайшем будущем. Вот так вот прямо вот с душой, да, к этому всему подходите. Хорошо. Давайте посмотрим, какие стихи его обозначат и знаки зодиака, данную Личность. Нашего рыцаря Кубков. Ну, прямо сразу мужчина, да, выпал. Ну, вы знаете, даже если вы мужчина, женщина постарается с вами как-то вот общаться, да, какая-нибудь женщина. Ну, прямо с таким, с такой любовью, с такой заботой, с таким вот прям романтическим настроем. Так, ну, этот человек солнышко, настоящее солнышко, его планета, ну, как звезда, управитель Солнца. Также Юпитер, вот видите, как интересно. И водолей, сочетание вот такое, вот необычное сочетание. Потому что солнышко у нас это сразу на Львов может указывать, солнышко наше на Львов. Вот, Юпитер на стрельцов и на рыб может указывать, да, наш Юпитер. Вот интересно. И ещё водолей тут влияет. Вот, вы знаете, это не то, что вот, допустим, человек, вот всё, трава не расти, этих знаков зодиака и всё, да. Не обязательно, но всё-таки может быть, конечно, такое. Я не говорю, что вот это прям вот, ну, сейчас этот человек может быть под влиянием этих планет жизни. А это значит, что человек довольный, яркий, красивый. У него жизненная энергия бьёт ключом, да. И он пытается самосовершенствоваться. У него такая сила духа, у него в нём видно божественное начало, понимаете. И вот он такой вот прям, вот да, лев, конечно, покровитель солнца Льву, а как. А Юпитер вот наш, он добрый, очень великодушный, жизнелюбивый, он любит путешествия. И водолей, он яркий, он сам по себе нестандартный. Может быть, вот просто карты показывают, что этот человек совершенно нестандартный, совершенно. Такой вот интересный, добрый, весёлый. Но, по крайней мере, ну, любому практически человеку это бы понравилось. То есть, когда ты на позитиве, ты нравишься всем, да. Вот этот человек явно на позитиве, он нравится всем. Я думаю, что не сможет не понравиться вам. Вот так. Будете ли вы совместимы? Ну да, такие вот разные чуть-чуть люди. Ага. Двойка Пентакли. И да, и нет. Понимаете, в чём-то вы будете очень совместимы. Вам понравится общаться, друг с другом разговаривать. Вот как-то так налегке всё. Каждый из вас не захочет делиться с другими проблемами, лишний раз их выказывая. А потом пойдёт такая ситуация, вот другая немножко. Вот как будто бы нужно же когда-то говорить о проблемах. Вот нужно же. И начнутся вот эти вот как, ну, вот звоночки первые. Что человек этот, ну, не во всём бывает, ну, не то что уж откровенный, да. А не желает нагружать. Вы не желаете нагружать его, а проблемы-то есть. И вот несовместимость может показаться, что это несовместимость именно в этом. Что начинаются сбои вот эти. А ты не можешь как бы вроде и нагрузить, и рассказать. И замыкаешься. Понимаете, вот он может раз и в своих проблемах утонуть, замкнуться. Поэтому нужно вытаскивать сразу на откровенность. Вот я считаю, что если откровенность есть в отношениях, если люди могут делиться своими проблемами друг с другом, вот рассказывая, как есть, то это первый шаг к тому, чтобы быть вместе долго. Поэтому качели здесь в отношениях могут быть именно из-за этого, что не могут люди вот выдавить из себя, у меня там сложности, да. Не может, ну, я вот улыбаться привык. Я привык там, не знаю, быть проницательным, привык другим. Я вижу тебя на сквозь, у тебя проблемы. А про свои сказать не могу, да. Вот надо как-то раскрываться, надо как-то общаться, да. Надо как-то быть более откровенными. Это совершенно точно. Потому что если не будете откровенными, как же будут отношения, да. Будет ли эта связь длительная? Вот как раз у нас наводит вопрос. Пятёрка жезлов. Ну вот пока карты говорят, что вы можете ругаться. Длительная связь, да, длительная. Но могут быть конфликты, конечно. Начнётся вот это противодействие. Во-первых, позитивный человек. И, ну, не то, что уж негативный, но какой-то немножечко, да. И это уже будет, ну, если вы покоритесь позитиву этого человека, тогда всё пойдёт нормально, не будет руганий. А если наоборот, вы его начнёте склонять в другую сторону, да. То есть, ну, могут быть конфликты, конечно. Но эта связь будет долгой. Будет ли этот человек близок вам по духу? Паш Кубков, конечно. Конечно, будет близок по духу. И вам понравится его романтика, его вот этот вот настрой идеалиста, да. Потому что вы же тоже идеалист. Вот будет настрой идеалиста тоже такой же вот. Но доверчивость понравится, конечно. Сюси-муси-пуси все понравятся. Потому что когда человек такой более-менее строгий, ему всё равно хочется нежности и обнимашек. Просто он никому об этом не говорит, да. Этот человек как-то сможет это прочитать у вас, слава Богу. И каким будет исход, вот, начало ваших отношений, страсти, да, королева кубков. Ну вот я же говорю, что эти отношения могут перерасти в нечто большее на самом деле. В большую любовь, да. В светлые, чистые чувства. Поэтому, да, вот вам нужно продолжать стараться и быть в этих отношениях, конечно. Стараться, может быть, ну, развивать и любить, и отдавать свою, ну, вот, как сказать, своё сердце, да. Не закрывать своё сердце внутри себя, а отдавать своё сердце. И, да, это могут быть очень даже хорошие отношения. Исход в серьёзные отношения, да, по королеве кубков. В большую любовь. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы перейдём к позиции номер два. Итак, вторая позиция. Новая любовь, новые чувства, да, новые отношения. В скором будущем, в вашей жизни, новый человек. Наша стрекозка. И первая карта — это в каком положении, да, в личной жизни вас видят высшие силы на сегодняшний день. Кто вы в личной жизни? Десятка пентаклей. Ну, здрасте. Ну, в принципе, может такое быть, да, что вы ищете новые отношения. А на сегодняшний день вот так получается, что у вас есть семья. Это может быть то, что есть, там, не знаю, родители, дети у вас. Все вместе, может быть, живёте. Или очень сильно хотите быть семейным человеком. Это также может быть человек спокойный, уверенный в себе. И тот, кто живёт стабильно и чтит семейные традиции, родовые традиции. Вот так может быть тоже. То есть карта здесь очень такая стабильная, приятная, спокойная. Иногда человек по этой карте обладает определённым уровнем высоким благосостояния. Но сам факт, что десятка пентаклей — это очень хорошая, положительная карта. Человека, действительно, который может жить в семье, быть в отношениях. И уважаемый человек в обществе, человек, с которым можно строить отношения, на него можно положиться. И можно знать, что вы проявите ответственность в любом случае, что не будете подводить вашего партнёра. И вы можете долгие годы жить в браке. В этом плане я в вас уверена. Вот если вы десятка пентаклей, я в этом плане в вас уверена. Вот так могу сказать. Хорошая карта, очень положительная. Ну и у вас могут быть просто, ну не знаю, семья, дети. Даже если мужа нет. Или там, если вы мужчина, у вас может быть тоже там дети, ребёнок. Но там, допустим, вы развелись. Ну представим эту ситуацию. Однако хотите жить в семье. Вот. Ну такое бывает. Очень часто сейчас бывает, конечно. Поэтому карта вот, ну она очень положительная, да. Ну хорошо. Давайте посмотрим, кем будет человек, которого вы встретите по знаку зодиака. То есть мы смотрим знаки зодиака, стихии, планеты. Вот как услышат, услышат высшие силы, увидят высшие силы, может быть. Вашего человека почувствуют его, да. Луна, ну луна, ну луна это рак у нас, да, знак зодиака, рак, конечно. Близнецы. Вот видите, рак близнецы рядом. Лето, да, лето. Так. И Нептун. Нептун. Это, по сути, рыбы, но при этом просто может означать, что человек очень обладает повышенным уровнем сострадания, душевных переживаний, каких-то, вот знаете, как будто бы воображение хорошее. Есть жертвенность, есть чувство долга. Вот. И, ну, человек может обижаться очень сильно, но и пытаться простить, да, от всей своей души. Ну, луна это вообще человек, который верит во всё потустороннее, в эзотерику, сам зависит очень сильно от луны. Такой мистический персонаж у вас идёт в жизнь. Вот. Интересный. И, по сути, я здесь вижу, да, что близнецы, ну, это может быть просто указывать, да, что луна и близнецы, может, стык где-то июня и июля. Тоже вариант. Ну, обращайте внимание на все эти знаки. На все эти знаки. И моё мнение, что если вы почувствуете в человеке вот что-то такое, да, интересное, то это ваш человек, конечно. Вот такое вот необычное что-то, да, неординарность какая-то такая вот. Ну, это я считаю такой вот необычный человек. Хорошо. Давайте посмотрим, появится ли у вас в ближайшее время новая связь. В ближайшее время. Правосудие. Ну, да, у вас появится в ближайшее время связь, но если вдруг вы, ну, остаетесь в каком-нибудь браке, не дай бог, то этот брак явно, ну, допустим, находитесь в официальном браке, то этот брак явно мешает строить новые отношения и знакомиться с кем-то. Вот это факт. А если нет, вот если нет, у вас нет там никаких браков, разборок судебных, разбирательств, да, по поводу развода и так далее, уже это всё прошло, то правосудие означает, что вы можете вступить в новый брак в скором времени. И что у вас будут очень серьёзные отношения, именно сразу серьёзные, что человек сразу идёт в вашу жизнь с серьёзным настроем. Будете ли вы совместимы с этим человеком? Шестёрка кубков. Конечно, будете совместимы. Он вам будет напоминать кого-то из прошлого. Причём очень сильно напоминать. Вот как будто бы какие-то ностальгические переживания, воспоминания сразу нахлынут на вас, когда вы его встретите. Романтика, сразу пойдёт вот такой романтический всплеск внутри нежности, заботы. И также карта может показывать, что он будет хорошо относиться к вашим детям, если у вас есть дети. И ещё она может показывать, что вы в прошлых жизнях уже встречались и сразу узнаете друг друга. Вот так. Будет ли эта связь длительной? Колесо. Эта связь как будто дана самой судьбой. И вы можете пройти сквозь всю свою жизнь вместе друг с другом, рука об руку. Вот так. Поэтому да, эта связь может быть очень длительной. Очень длительной. И соответственно, эта связь как будто бы от Бога, по судьбе, или как сказать. Но я, конечно, считаю, что если люди видят точно, что ошиблись, опираться на судьбу, что кто-то сказал, что это судьба, это бред. То есть я всё время останавливаю от этого. Если мне пишет женщина и говорит, что её избивает муж чуть ли не до полусмерти, и ломает ей руки, выбивает челюсть, но ей сказали гадалки, что это её судьба, и вот буду держаться за него. Я вот по попе бы дала ремнём, потому что ну куда ты слово «судьба» здесь приплетаешь, да? Ну если вы явно видите неадеквата перед собой, ну у него знак зодиака близнецы, ну не хватайтесь уж за него, пожалуйста. То есть ну вот вам надо как-то думать, да? То есть если вы чувствуете душевное реальное единство, человек правда хорошо относится, конечно судьба. Если вы всё остальное здесь не чувствуете, а вот там совпало один параметр, ой, а всё это судьба, а он плохой, ну плохой изнутри, зачем вам это надо? Думайте об этом, пожалуйста, головой. Хорошо, идём дальше. Будет ли этот человек близок вам по духу? Жрица. Ну вот вас связывает что-то мистическое, тут прям Таро написано, видите? Вас связывает что-то мистическое, вот может быть тяга к мистике, тяга к эзотерике, тяга к потустороннему, изучение Бога, изучение высших сил, ангелов, вселенной, духовная практика. То есть, ну вот такое вот, то есть вот это может быть такое, что объединять вас будет по-настоящему, да? И, конечно, этот по духу, это явно близкий человек. Каким будет исход, начало этих отношений? Семёрка Пентаклий. Ну здесь нужно работать над отношениями, они могут стать серьёзными, то есть вы можете вступить в брак. Вот, ну пусть даже не сразу, как я сказала, да, но тогда нужно будет строить эти отношения, выращивать их. Ну то есть вот семечко вы закладываете в землю, семечко, да, а потом нужно дождаться, когда оно вырастет. Вот то же самое с этими отношениями. Однако это очень перспективные отношения. А да, они в каком-то смысле могут стать тихими, ну то есть совсем спокойными, потому что вы оба, в принципе, спокойные люди, спокойные. И вы, ну как, могут просто очень тихими стать отношения, но это по семёрке Пентаклий. Но это ничего не значит, это каждому может быть в этом комфортно жить. Ну то есть каждый делает своё дело, работает там, семья и так далее. Ну вот такая позиция у нас, номер два, мне она понравилась. Я считаю, что это хорошая такая оптимальная позиция на будущее. А мы идём дальше. Новые отношения, новая любовь, новый человек в вашей жизни. И первая карта у нас будет по третьей позиции. Кто вы сейчас, по мнению высших сил, в личной жизни? Как они вас видят? Туз Мечей. Ну, чувство, что вы в кого-то влюблены. Однако, может, ставите точку, пытаетесь порвать эту связь, разорвать её. Пытаетесь разрубить нить, которая вас связывает с кем-то. Что обжигались там уже на этом, на всём и так далее. И, мол, ну не могу я больше, да, вот там держаться за что-то. Уже пора отпустить и прощаться с прошлым раз и навсегда. И вот такое состояние, да, здесь может оказаться. И, ну, видно же, что вы мечтаете, во-первых, о чём-то новом, совершенно новом, с одной стороны. А с другой стороны пытаетесь отпустить старое, да. Видно же по карте. Вот, ну, в любом случае этот узел, он будет развязан. Я вам честно скажу, если вы этого правда хотите. Но высшие силы вас видят действительно пока в энергоканале, ну, как будто есть между вами энергоканал с кем-то, да. С другим человеком, с ещё одним каким-то человеком. Давайте посмотрим знак зодиака нового человека или планеты, или стихии, кто идёт к вам в жизнь, да. Кто идёт к вам в жизнь. Так, скорпион, первая карта. Это очень хорошие, заботливые люди. Так, земля. Так, это может быть козерог, телец, дева, да. То есть это вот вообще, в принципе, вот набор, да, каких-то знаков для нас. И Плутон. Плутон. Это у нас опять же управитель скорпиона. Вот смотрите, как интересно. Такая смесь получилась земли и воды, что показывает, во-первых, очень плодотворный процесс, вот. И стихии очень сочетаются, во-первых. Во-вторых, это может быть человек, как знак скорпиона, так и знака земли, да. Да, либо вот планеты у него сильны, вот в этих всех вот знаках. Дома, да, дома натальной карты надо смотреть. Но в любом случае вы это почувствуете, что это очень сильный человек. Вот. Очень сильный человек. И это значит, что вы должны друг другу соответствовать. Ну, у вас и так, вы туз мечей. То есть это тоже очень сильный человек, который пытается там, да, порвать с прошлым. И это сильный человек, да. Ну, вот я считаю, это хорошо. Это друг друга вы поддерживать будете. Вот этой силой, да, внутренней. Давайте посмотрим, появится ли у вас в ближайшее время новая связь. То есть это будет в ближайшее время королева жезлов. Ну, да, карта показывает, что у вас будет очень сильный уровень привлекательности. И действительно, в ближайшее время появится новая связь с этим человеком. Тут вы приведёте себя в состоянии полного равновесия, готовности к новым отношениям. Что вы готовы, да, морально и физически. И у вас будет наращивание сильной энергии огня. И как будто бы даже ваши экстрасенсорные способности активизируются. И также вы будете процветать. Поэтому новые отношения действительно скоро. Человек уже идёт в вашу жизнь. Будете ли вы совместимы с этим человеком? Ту спинтакли. Конечно. Это наиболее благоприятный союз. Союз, приносящий удачу. Большое счастье. Союз, как шанс в жизни. Даётся один раз такой шанс. Поэтому не пропустите и цепляйтесь за этот шанс. Потому что этот шанс вам действительно необходим. Он действительно вам нужен. И я считаю, что это подарок небес. Вот этот союз — это подарок небес. И я чувствую здесь, что два сильных человека могут встретиться и создать такой союз, который будет щедрым и который будет продуктивным. И многим людям, окружающим, сделает добро. То есть, когда люди вдвое соединяются, это бывает очень сильно влияет на весь окружающий мир. И на всех окружающих людей. Это будет очень полезный союз, понимаете? Для ваших родственников, например. И для вашего процветания, самореализации. Будет ли эта связь с длительной? Королева мечей. Вы знаете, вот в этом проблема здесь. Потому что эта связь по королеве мечей, она стационарна очень, да? Это может быть очень длительная связь. Но не переводите эту связь в состояние холода. Потому что тут люди сильные, подходят друг к другу. Но в какой-то момент они могут стать настолько строгими и холодными, жить только по одним правилам, что какая уж тут романтика, да? То есть, романтика может пропасть из отношений. Это плохо. Раз люди строгих правил, раз люди сильные и стараются самореализоваться, каждый будет самореализовываться и забывать про то, что есть какая-то романтика, цветы, свидания. И постепенно сама по себе романтика вообще может выйти из ваших отношений. Да, это может быть долгая связь. Но не надо выводить из неё романтику. Иначе это просто будут два друга, которые живут вместе там и так далее. Там два партнёра, например, по бизнесу, да? Будет ли этот человек близок вам по духу? Императрица. Да, но в этих отношениях всегда будет чуть-чуть больше управлять женщина. Этот человек будет близок вам по духу. Он будет во всём вас поддерживать. И, возможно, даже заботится о вас больше, чем вы о нём. Но именно, вот знаете, как руководство идёт в сторону женщины в отношениях. Слишком она любит управлять. И моё мнение здесь, что женщина должна управлять в доме, а мужчина должен управлять финансами и на работе. Но порядки в доме устанавливает мужчина. И все должны просто по велению императрицы подчиняться этим порядкам. Вот такое было бы наиболее лучшим вариантом развития событий. Да, близость по духу по карте императрицы действительно присутствует. Потому что эта карта гармоничная, карта, опять же, благосостояния. Вы заметили, что в вашем раскладе три фигурные женские карты. Это значит, что в отношениях слишком давит женщина, слишком управляет женщина, слишком от неё много зависит. Понимаете? Даже несмотря на то, что ваш новый человек сильный человек, но вы пережимаете, перебиваете. И женский коллектив в ваших отношениях пережимает. То есть это родственники. Может быть, ваша мама, бабушка, тётя. Может, у вас в родне очень много женщин. Они будут слишком сжать этого мужчину, давить его. Женская энергия. И женская энергия, она поглощающая, она захватывающая. Мужская энергия может иссякнуть здесь. И вам нужно об этом очень хорошо подумать, чтобы не передавливать человека. Хорошо. Каким будет исход этих отношений вначале? То есть завяжется ли это всё-таки всерьёз или нет? Рыцарь Жезлов. Вот видите, какой исход идёт? Что отношения человек увидит, что слишком идёт давление много, и он может привести отношения в состояние несерьёзных. Поэтому здесь много шансов на брак, много шансов на то, что ваша вторая половинка задержится надолго, и отношения могут идти вперёд, очень быстро развиваться и всё. Но только если вы будете точно знать, как себя вести. А вести нужно себя так, что уважать человека, быть с ним, ну пусть не ниже, но хотя бы на равных, а не пережимать его. И стараться с ним во всём советоваться, слушаться в каких-то моментах и так далее. Если вы идёте за человека замуж, если вы женщина, да, вы должны быть за мужем. И если вы ему не доверяете, тогда и замуж идти не надо. Если вы не доверяете, зачем вы идёте? А так и получается. Вот у женщин-лидеров, она вроде как идёт замуж, но это типа он что ли должен быть за ней? Это он типа должен доверять, как ты меня поведёшь, да? Так нельзя. Вы должны довериться ему, как он вас поведёт. И уж если ведёт, так идти за ним. Это как мне медсестра недавно сказала в больнице. Я там что-то немножечко у неё спросила про капельницу. Она говорит, ты мне доверяешь? Ты зачем сюда пришла? Капельницу делать или что? Я говорю, да, капельницу делать. Ты мне доверяешь? Ты когда пришла капельницу делать, ты мне доверяла? Я говорю, да. Так если доверяешь, просто давай и всё, делать её. Зачем ты мне тут что-то спрашиваешь? То есть вот то же самое в семье на самом деле. Зачем ты что-то у меня спрашиваешь лишний раз? Зачем ты что-то там уточняешь, если надо вот так сделать и всё? Ну вот такая позиция номер три. Димит расхрапелся как бешеный после того, как я это сказала. Значит, это знак. Знак для вас. Вот сейчас, наверное, слышно, да? Давайте посмотрим позицию номер четыре. Ой, поёт прям. Поёт мой мопс, поёт. Так, четвёртая позиция. Новые отношения мы рассматриваем, которые идут в вашу жизнь. И вы сейчас в личной жизни, по мнению высших сил. Рыцарь мечей. Ну вы прямо такой гигейский человек, такой прямо ого-го. Вы знаете, карта порывистого человека, который торопится куда-то, который рвёт и мечет на самом деле. И о каких новых отношениях вы спрашиваете? Извиняюсь, я даже стойку толкнула. Если вы так рвёте и мечете на сегодняшний день вот в вашей жизни. Вы сейчас немножечко не доверяете никому. Вы сердитесь на противоположный пол. Вы считаете, что все плохие. Весь противоположный пол, в принципе, плох изначально. Более того, вы придираетесь, конечно. Я вам скажу так, что чуть-чуть что-то увидели не так у человека. И всё, до свидания. Ты мне уже не нравишься и не нужен. То есть я с тобой уже и не буду. И может отбор будет очень строгий. Чуть ли не конкурс. Более того, вы могли по этой карте не разорвать связь с каким-то человеком. По сути, вы сердитесь, вы обижаетесь, может быть, на этого человека. Не разорвали с ним просто отношения, понимаете? И, соответственно, я хочу уже других отношений. А это голова так говорит. А сердце говорит совсем другое. Сердце говорит, мы тут ещё не разобрались. Ну-ка, давай-ка повоюем. Поэтому тут либо вы очень строги и очень строго отбираете для себя человека в жизни, либо вы не разорвали связь и очень обижаетесь, сердитесь на кого-то и с кем ещё не разобрались. Ну вот так. Хорошо. А будут ли у вас, правда, скоро отношения с новым человеком? Вот совершенно новым, да? Король кубков. Да, у вас будут отношения с мужчиной. Тут уже сразу указано по картам, что этот человек очень приятный, добрый, настоящий психолог, да? Нежный, заботливый, любящий. Вас кто-то будет сильно любить. Несмотря на то, что у вас довольно дерзкий характер, ядрёный такой, или вы сейчас в недобром расположении духа, но вас будут очень сильно любить и с душой к вам относиться. Это хорошо. Знаки зодиака, планеты, стихии. Давайте посмотрим, кто это. Так, ну здесь мы видим огонь. Знак огня — это лев, стрелец, овен, да? Мы здесь видим ещё знак зодиака рак, да? И мы здесь видим козерога. Вот видите? То есть, да димит, ну что же? Он прям, у него трели, трели из носа. Я не знаю. Сегодня вон в ударе у нас мопс наш. Вот такие смешные у него храпы там. Вот смотрите, огонь, рак и козерог — это указания ваши на этого человека. То есть это любой из этих вариантов. А остальные будут сильные просто в его натальной карте. Например, знаки огня сильные в натальной карте. Там и рак, да? А это козерог. Или наоборот, это знак зодиака рак. Но эти планеты и зодиаки влияют на него, там, да, стихии. Поэтому вот обращайте внимание. По сути, видно по картам, что это домашний человек, но при этом очень любящий всякие впечатления. Вот это сочетание такое несочетаемого внутри одного человека. С одной стороны, ему нравятся какие-то определенные вещи, за которые он держится. Нравится работать, нравится заниматься определенным делом в жизни, реализовывать какую-то профессию. Видно, что человек может быть очень хорошим специалистом, доктором, например. Старательный человек. Но ему нужно вот что-то яркое. Он любит там, не знаю, яркие эмоции. Раз съездить куда-то, опять вернуться домой, посидеть дома. Вот как-то вот он, у него в жизни какие-то идут скачки в некотором смысле. Но при этом он видится стационарным. В каком смысле скачки, да? Ну, то есть человек любит раз сменить обстановку на некоторое время. Ну, не знаю, в Таиланд, например, поехать, да? Потом вернуться, опять жить своей стандартной жизнью, работать. Вот у меня был один знакомый патологоанатом, который постоянно ездил в Южную Америку. Он жил нормальной жизнью, работа в морге, и всё было отлично. Жизнь его практически не менялась день это дня. Он спокойно утром вставал, приходил на работу, отрабатывал смену, делал свои заключения, приходил домой. И так было изо дня в день, изо дня в день. Он был очень спокойным, тихим человеком. Ну, естественно, с силой воли и характером, да? Но он это никогда не выказывал, он просто был всегда ровным, спокойным человеком, уважаемым человеком. Ну, он сейчас есть, конечно. Я просто рассказываю о нём впечатления. И вот этот человек для меня было удивительнейшее. Раз примерно в полгода он брал билеты, открывал визу и ехал в Южную Америку. Чили, Перу, вот такие всякие страны. Вот, это довольно долго лететь. Ну, видимо, не боялся перелётов таких длительных. И, вы знаете, меня это поражало. Он так менял обстановку. Одна жизнь и другая жизнь. Вот как будто это две разные жизни. Вот я что-то вижу в этих картах именно такое. Или я знаю, допустим, ну, сейчас уже умер, одного хирурга, который работал-работал, всё нормально, а потом выезжал на горнолыжные курорты. Ему нравилось там кататься. Вот понимаете, вот я вижу, это такой какой-то человек интересный. Хорошо, давайте смотреть дальше. Будете ли вы совместимы? Двойка мечей. Не во всём. Вот честно, не во всём. Ну, с таким человеком и сложновато быть полностью совместимым. Всё равно возникнет некий спорный вопрос. Тем более, что у вас характер. И, ну, у вас свой порывистый характер, эмоциональный может быть слишком. В то же время вы видите вот всё насквозь, как вам кажется. А этот человек, он более такой, как бы закрытый чуть-чуть. И не всегда-то обо всём и расскажет, понимаете. И, естественно, это вызывает конфликт внутри. Вы его начинаете поддалбливать. Да где ты, что? Где информация вообще о тебе там? Что у тебя происходит? Почему-то молчишь. Вот. И вот, конечно, у него внутри-то бурлят чувства. Но он не всегда это выражает. Конечно, это неполная совместимость. Будет ли связь длительной? Девятка жезлов. Если вы будете на этом стоять. Вот такой сложный человек, да, что, и вы сложный человек, что вам придётся настаивать на том, чтобы связь оставалась. Да, тяжело быть в отношениях, где тебе нужно бороться за эти отношения постоянно. Но вроде какие личности того стоят. Понимаете, всё зависит от того, какой уровень личности. Ну, допустим, с каким-нибудь супер-друппер, бизнесменом, политиком, депутатом, президентом и так далее, тоже сложно строить отношения с актёром. Да? Но вроде как, когда ты строишь такие отношения, оно того стоит. Правильно? Вот какая неординарная личность со мной туда. Понимаете, о чём я? Хорошо. Будет ли этот человек близок вам по духу? Восьмёрка мечей. Вы будете разные. Это правда. Ну, разные по духу. Ну, разные. В чём-то похожи, но чаще всего разные. Вот у него как, не знаю, свой взгляд на мир, у вас свой. Это не значит, что это плохо. Это плюс и минус притягиваются. Понимаете, каждому будет интересно изучить другого. В этом суть. И какой будет исход, начало отношений? Тут перейдут ли они куда-то? Пятёрка кубков. Здесь могут быть разочарования. Но я ещё раз повторю, если вы будете бороться, что сделать, чтобы задержаться? Восьмёрка кубков. Нужно уметь отпускать. Вот видите, в чём проблема, да? Нельзя слишком держаться за этого человека. Если вы начнёте отпускать, то есть, с одной стороны, держать отношения, это держать в них некий такой момент, что «мне нужны эти отношения». Вот он спрашивает, тебе нужны эти отношения? Нужны. Но уметь отпускать, допустим, он куда-то поехал, да? То есть не отпускать его из отношений, а отпускать его куда-то. Он не может сидеть около вас как будто. Допустим, ему надо на конференцию, не знаю, в Швейцарию. Или ещё, ну куда-то там, в Индию обсуждать форум новых препаратов. Или там на филармонию какой-нибудь, я не знаю, на концерт ехать, да? Вы должны уметь сказать «ну едь, ну едь!» Без вот этих беспокойств ты мне там будешь изменять. Конечно, какие отношения, разочарование пойдёт, он вас первый разочаруется. Поэтому вам нужно просто уметь, что «ну я и поехал в командировку, езжай». Вот и всё. Ну вот такая позиция номер четыре. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал «Школа Тару Альвиен». И всем пока и до новых встреч!